МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я представляю свой салон красоты Монамур, который находится в городе Уфа на Армавирской 1Б, Южный полюс. Я пришла на проект, чтобы представить свой салон красоты, так как буду девушек, женщин преображать, делать окрашивание будем мы, то есть мои девочки, да? Красить, майкап. Будем правильно подбирать им средства, которые должны быть по уходу за волосами. Правильно накладывать косметику, где-то, может быть, будем подсказывать. Ну и делать их красотками. То есть я думаю, они и так красотки, но мы будем подчеркивать их. Красоту. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Меня зовут Альбина Прохудинова. Сколько вам лет? 43. 43. Ваш вес на сегодняшний день? 85,3. Альбин, почему решили принять участие в проекте? Хочу быть стройная и более счастливая. Я знаю, что у вас есть подруги, да, которые привели вас на этот проект, которые даже здесь участвовали. Как бы опираясь на их положительный опыт, приняли такое решение? Да, конечно. Мне очень понравился этот проект, то есть я его за ним так наблюдаю, когда есть время, да. И вот эти грандиозные результаты меня просто вот сподвигли. Я просто, ну, все, Новый год, и я к вам, и я вот у вас. Меня все время интересует, поддерживает ли семья супругу, я не знаю, маму. Как относится семья вот к идее стать стройной, да, и красивой? Ну, семья у меня состоит из меня и двух сыновей, старшему 14, и уже маленький говорит. Мама, ты у меня, конечно, красивая, но я хочу, чтобы ты была еще как принцесса, как королева. Ты смотри-ка, какие дети пошли. Умные, продвинутые. Особенно, когда я смотрю фотографию прошлых лет, он говорит, мама, откуда же такой животик? Я говорю, ну, после тебя, сынок. Я же уже большой. Говорит, надо, чтобы животика не было, то есть он это понимает. И действительно, проблема многих женщин, у которых уже есть дети, это стратегия, которую называют так, прикрываться детьми. Я набрала вес из-за беременности, я набрала вес из-за кормления. Мне кажется, каждая, не то что вторая, каждая первая, так говорит, после родов, да, вот опираясь на наши предыдущие сезоны, все участницы говорят, после родов я поправилась. Вот я тебя хочу спросить, как корректора пищевого поведения, насколько это оправданно, да, вот эти гормональные изменения в организме? Ну, ведь все это не такое. Очень часто это, скорее всего, накрутка, то есть от беременности мы сразу ждем, что мы наберем вес, что мы будем есть все, что не прибито, что мы будем кушать за двоих и прочее, прочее. Если бы это было правдой, давайте по факту. Каждая женщина, у которой есть ребенок, должна иметь лишний вес. И все, и без вариантов. Но это не так. В моем окружении есть много женщин, которые имеют одного, двух, шестерых детей, но при этом имеют очень красивую фигуру. Мне так нравится фраз Ольги, есть все, что не прибито. Альбин, да кушайте все, что не прибито. Альбин, а очень много способов, где можно стать стройной. А почему именно телевидение вы выбрали? Ну, тут большая мотивация, тут большая ответственность, потому что если там где-то можно сказать, ай, ладно, там, как говорится. Схалтурить и пропустить. Схамечить, да, и никто не заметит, потом скажется, да. А тут уже все-таки, я считаю, что как-то такая более ответственность такая. Я всегда говорю, телевидение стимулирует людей. У нас даже сотрудники меняются. Что уж говорить об участницах реалити-шоу, которые меняются просто на глазах, да, исходя из предыдущих четырех детей. Какие специалистов вы, наверное, наблюдали за прошлым проектом, да, по телевидению? Какие ваши пожелания, каких бы специалистов вы хотели видеть на этом проекте? Ну, в принципе, по тому набору специалистов, которые здесь, я считаю, что довольно-таки широк и достаточен, мне кажется. Но я так уже в своих таких целях, я бы стоматологов добавила. Стоматологов, логопедов, курсы иностранного языка, да. Ну, давайте, да, давайте понимать, зачем мы пришли по этому, конечно же, мы вам однозначно поможем. Лучшие специалисты города будут заниматься сами. Спасибо. У меня еще два вопроса. Первый, какой у вас желаемый вес? Мой желаемый вес, ну, 62-59. 62-59, интересно. Да, 59 мне больше нравится. Красивее звучит. И еще такая просьба. Перед вами была участница, ее зовут Олевтина. Пожелайте ей, сделайте какое-то напутствие. Ну, я желаю Олевтине, чтобы она достигла всех своих целей, достигла всех своих результатов и ушла, самое главное, довольная с этого проекта, каким бы результатом ни было, да, чтобы она именно в душе, у нее такой душевный комфорт был от этого проекта. Самое главное, счастливой. Мне хотелось бы добавить, что они просто довольны, а встроенные, счастливые, дорогие зрители. Смотрите наш реалити-проект, присоединяйтесь к нашим участницам. Добрый день, я Тамара Чебаева, директор замечательной wellness-студии для женщин Slim Club. В этом сезоне мы приготовили для вас очень много интересных подарков и сюрпризов. Как всегда, наша компания очень щедрая, и мы будем забудеться о вас. Мы будем учить вас становиться стройными, счастливыми, не прикладывая особых усилий. Будем учиться ухаживать за собой. Мы будем давать азы косметологии, азы диетологии. Мы будем давать вам правила, как ухаживать и при этом быть счастливой и довольной всем абсолютно. Мы исключаем такие вещи, как самоедство, мы исключаем такие вещи, как комплекс вины, мы исключаем такие вещи, как психологические срывы. Будьте с нами. Специалисты нашего клуба помогут вам стать именно стройными и счастливыми. Всегда. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Регина. Так официально начинаешь всегда, мне кажется, участницы пугаются. Мне 19 лет. С какой целью вы решили участвовать в нашем проекте? Я бы хотела, чтобы вы помогли мне привести свою фигуру в идеальное состояние. А что с фигурой-то случилось? Ну, так, лишний вес. А откуда появилась Регина? Когда? Ну, мне еще как с детства были проблемы с желудком, поэтому, скорее всего. Наследственность есть какая-то подобная? Мама, бабушка? Ну, незначительно так. Ну, если незначительно, мне кажется, да, легче достичь какого-то желаемого результата, тем более 19 лет. А почему вы такая женщина? Абсолютно молодая девушка. Я, наверное, все-таки от какого-то шока после экзамена сегодняшнего поедали. Да. Поздравляем. И у нас обязательно тоже у вас все получится. Скажите, пожалуйста, ваш вес на сегодняшний день какой? 70 килограмм. 70 килограмм. А желаемый? 59. 59. Ну, я вам скажу вот что. За этот проект вполне в вашем случае можно дойти до желаемого. Но все будет зависеть исключительно от вас, от того, насколько вы готовы вкладываться в себя, выполнять те домашние задания, которые вы будете получать от меня и от других специалистов. Регина, а вот сейчас проблемы какие? В питании, вы как-то неправильно кушаете, не занимаетесь спортом. Вот как думаете? Все-таки и питание, и занятие спортом. Так как для занятия спортом нужно и время какое-то, а с учебой это не особо дается. А на кого учитесь? На провизора медицинского. О, здорово. Коллега будучи. Да, практически да. Ну что ж, я думаю, что не только 59 килограммов на самом деле можно достичь за время проекта, но и как-то снизит цифру до красивых 55. Ну, конечно же, все зависит от вас, но я думаю, что в 19 лет с силой воли должно быть все в порядке, тем более, когда студенты заставляют себя сдавать экзамены, они также могут заставить себя сдать экзамены здесь. Да, ну надо еще и замуж уходить, и влюбиться, и детей рожать. Девочки, уже расписали, и внуков тоже, мы именно придумаем. Альбина, ну что ж, мы очень рады вас видеть на проекте, желаем вам всяческих успехов, и, конечно же, мы вам поможем. Спасибо. И еще одна просьба. Перед вами была участница, ее звали Альбина. Есть какие-то пожелания для девушки, которая вместе с вами будет снижать вес? Ну, я также желаю, чтобы она достигла своих пожелаемых результатов. Ну, удачи вам, конечно же. До встречи на проекте. Здравствуйте, меня зовут Алена Гуло, я фотограф, преподаватель уроков фотопозирования. В новом сезоне реалити проекта «Строенное и счастливое» я научу наших участниц выглядеть еще более привлекательными, стильными, красивыми на фотографиях. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Фузия, мне 50 лет. Почему решили принять участие в проекте? Ну, как-то, наверное, каждая женщина хочет быть устроенной, красивой, независимо от возраста, как говорится. А почему не получалось это сделать самостоятельно? Ну, как получилось? Наверное, это, знаете, вот Ленина матушка. Ленина матушка-то хотела сказать. А почему именно сейчас? Просто, знаете, вот у меня был всегда вес хороший, нормальный. Я попала в аварию. После аварии у меня вес на 20 килограмм. Да, ну, была авария. В девятом году он у меня вот как на дрожжах постепенно-постепенно рос. Сколько сегодня? Извиняюсь, сколько сегодня весит? Ну, я вообще, как бы, сейчас 85. Сейчас 85? Да, да. И желаемый ваш вес? Ну, хотелось бы, конечно, 70. Сколько хотите весить? Ну, 70, ну, чтобы, конечно, это и тело, как бы... Почему так не уверена? Всего лишь 15 килограммов. Я думаю, что это абсолютно достижимый результат для нашего проекта. Поскольку у нас были участницы, которые потеряли и 25, и 29 килограммов. Поэтому 15 – это очень легко. Ну, понятно. Самое главное, чтобы это потом тело, как бы, у нас с возрастом, чтобы дряблый не стал. Именно поэтому только у нас на проекте вами занимаются лучшие специалисты, также фитнес-инструкторы, велнес-инструкторы, которые не дадут вашему телу обвиснуть. Не переживайте. 50 лет – это еще не тот возраст, когда нужно переживать. Самое главное, чтобы вы сохранили вот этот оптимизм, улыбку на лице и вышли с проекта не просто счастливой, но и стройной и счастливой. Что изменится в вашей жизни, когда вы похудеете? Ну, наверное, как... Что изменится? Многое как... Во-первых, я, как бы, всегда хочу быть примером, быть для своих дочерей, да? Чтобы они на меня смотрели и восхищались мной, и говорили, что мама может, почему бы мы не можем. Они, конечно, у меня странички красивые, да, но дальнейшем, чтобы я всегда была для них примером. И чтобы, конечно, в первую очередь, женщина себя должна любить сама. Вы работаете? Я не работаю, и домохозяйка. Но дочки поддерживают вас, ваши идеи? Ну, конечно, они всегда меня поддерживают. Самое главное, когда есть не только поддержка на телевидении, в команде, но и, конечно же, поддержка в семье. Поэтому желаем вам всяческих успехов, и мы обязательно поможем вам дойти до вашего идеала. Что вы можете пожелать участницам нашего проекта? Чтобы действительно, как бы, если они задались этой целью, да, чтобы они действительно похудели. Потому что, знаете, как, когда женщина полная, да, когда говорят, тебе надо похудеть, они это полностью не воспринимают. Потому что, почему? Потому что они себя, вот они видят. Это я, когда, знаете, вот я немножко похудела, как бы, да, я просто увидела себя, фотографии, что было, и сейчас, да, я это вижу, небо и земля. Поэтому я, ой, господи, когда мне говорили, я обижалась. И поэтому, конечно, естественно, если они взялись за это дело, пусть идут до конца. Ну, надо завесить весь холодильник теми фотографиями, которыми вы хотели бы видеть себя. Знаете, от силы воли, от человека самого зависит. Не надо себя, просто задаться на целью и к этому уйти. Будем надеяться, что у вас все получится. Спасибо за такой настрою рабочий. У меня всегда все получается. Спасибо, удачи. Здравствуйте. Я клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Хафизова Ольга. Этот сезон будет очень интересным для наших участниц. Они пройдут очень интересный, может быть, длинный, может быть, даже сложный путь от лишнего веса к своей стройности. Они многое узнают. Они узнают, что такое рациональное питание, как снижать и сохранять вес. И самое важное, как бороться с тем самым сумасшедшим желанием съесть очередную лишнюю вкусняшку. Смотрите нас, и наверняка вы найдете ответы на те вопросы, которые вас так долго волновали. Миллионы женщин завидуют тем, кто ест и не полнеет. Именно на нашем проекте за 4 месяца участницы будут есть и стройнеть. Сегодня приходили разные женщины и девушки с разных возрастов и весовых категориях, но объединила их одна цель – желание стать стройней. Но мы не прощаемся с ними. Мы увидимся ровно через неделю на телеканале М-Телевизион. Реалити-проект «Стройное и счастливое». Реалити-проект «Стройное и счастливое»